Мау! Какое место это занимает в вашем мире мировоззрении? Что это для вас, если подытожить? Решил дать попробовать развернутый ответ в виде видео. Я уже давно собирался такое сделать, а тут, наверное, достойный повод. На какую-то неблогерскую тему поговорить, нетипичную. Вот, в такой прям, не отрываясь от бытового синхронистичного потока событий, прямо вот онлайн рассказать. На мой взгляд, синхронизм, то, что люди называют синхронизм, это является нормой мир. Это то, как мир устроен изначально. Это то, почему, наблюдая что, древние делали заключение о том, что сознание присутствует во всем. Не только сознание, поэтому они говорят, что сознание в камнях и во всем и всем, а также в том, как вещи движутся. И наличие закономерности в этих процессах абсолютно не противоречит наличию принципа свободного сознания во всех же этих процессах. Просто только через закон и через посредством закона сознание способно себя проявлять. А иначе оно объектно, оно не проявлено. У него нет, если нет гум, если нет посредников, посреднических процессов, опосредованно через которые мы можем это сознание наблюдать, мы его увидеть само по себе закономерно не можем. Так вот, синхронизм это симптом того, что мир является единой тканью. И все устроено подобно, и всю эту подобность можно, в общем-то, увидеть и в природе. Это некоторая слоистость, фрактальность, ветвистость. Это структуры, которые так или иначе повторяются, что в виде сосудов тела, что в виде рек, что в виде очень многих вещах. В виде фракций разных плотностей веществ. Эта слоистость и фрактальность, она наблюдается везде. Ну вот она же, на самом деле, наблюдается в причинно-следственных слоях мироздания, если их рассматривать отдельно. Рассматривать их очень сложно, в силу отсутствия какой-либо терминологии. Книга перемен и многие, ну не многие, не многие подобные ей системы или просто способы мышления дают ключи к осознанию причинно-следственных цепей, а я бы даже сказал фракталов, ветвей. И таким образом осознание, о чем все это является, и знак, синхронизм, все это, это терминология человека, сугубо человеческая для того, чтобы осуществить переход от дискретного, разорванного сознания, которое дробит мир на явления и вещи, и только явления и вещи. Но не видит, не слышит единой песни в перетекании этих вещей и событий. Или единого ом. И вот глобально постижение синхронизма совершенно, то есть это просто одна из частей частей постижения мира, которые так или иначе открываются в ходе практики, потому что такова реальность. Но открывается это постепенно, поэтому очень неплохие такие, казалось бы, наимные практики, как ходить только по черным клеточкам или, например, угадывать, какая дверь в метро счастливее и войти именно в счастливую дверь. Ну вот какая, на твой взгляд, именно просто так вот и быстро, прям сразу проходишь и решаешь, какая счастливая, и в нее идешь. Подобные наимные практики многие и многие другие. Подмечание синхронизмов и подмечание связей логических, семантических, смысловых связей между элементами событий, прежде всего интегрируют в человеке будхи таким образом, что, то есть высший ум, его называют абстрактным, но я бы его сейчас назвал не абстрактным, а процессуальным. Потому что абстракция, это абстракция, это вообще что-то, само по себе даже слово, что-то оторванное от чего-то. Нет, будхи не таков абсолютно. То есть абстрактное, в смысле оторванное, это, наверное, от объектного, вот, но нет, это не самая коренная характеристика будхи, а я считаю, коренная характеристика будхи – это процессуальность, умение видеть процессы. И вот, когда сознание подмечает процессуальность, протяженность в логике событий, и само становится, благодаря чтению книг, в том числе исполнению сложных музыкальных произведений, которые представят в себя текст, благодаря написанию текстов и благодаря многим недуховным практикам, научным и всем прочим, оно становится протяженным и способно разглядеть. Но вторая часть балета – это внутренняя садхана, и тут тоже есть синхронизм. То есть первый синхронизм – это вот внешнее, да, внешнее совпадение. А второй уровень – это совпадение, состыковка внутреннего пульса, внутренних пульсов и биоритмов, и череды смены состояний, когда это начинает смыкаться со внешней реальностью, таким образом, что внешняя реальность сама декодируется уже без отрыва от кинестетического и очень глубинных, сложноописуемых уровней, которые уже представляют себя симптез модальности. То есть это уже не отдельная модальность, а кросс-модальные измерения, которые формируют наш мозг в процессе развития. Так вот, когда существо становится связанным, оно обнаруживает связанность мира. То есть когда у него связанный ум, оно соответствует миру, и поэтому, господи, не на пяти пикселах отображается Вселенная, а на 32 миллионов. И еще и видны переходы, и процессы, и градиенты, и все прочее, чего не было раньше видно. И все. И, в общем-то, синхронизм и совпадение являют из себя симптом единства. Того, что называют единством. Симптом. То есть это, как в хатха-йога-прадипике, например, описаны признаки йоги. Вот, да, признак йоги. Это вот один из... И вот эти громы и все прочие внутренние звуки, которые возникают в ходе йогических процессов, они тоже... Они тоже синхронистичные природы. Они не просто внутренние. Они внутренне-внешние. И в этом их особенность. От любых внутренних опытов и от любых внешних опытов. Поэтому тема эта совершенно гигантская и вот любопытно, что у нас тут кальюга на дворе и надвигается вот. А давайте о высоком, правда, Бронислав. Может быть, кальюгу о самом высоком. То есть вот, чем кальюжнее, вот что думаю, может быть, так, да? Чем кальюжнее, тем... Тем интереснее. Но почему нет? Тем откровеннее. А что уже, в общем-то? Вот. Вот такое пока короткое. Но тема вах, вах. И для меня тоже вах. И Бронислава Виногродского, книгу «Перемены» и эти вещи я заметил в частности потому, что это языкописание процесса перемен, и то есть закономерности в каузальных цепях. В причинных цепях событий. Предопределенной причинности. Поверх которой, через которую проявляется еще волевой принцип. И надо это понимать, что через каждые вот такие вещи, через постижение каждой вещи в себе, мы обнаруживаем то, что она имеет полевую природу и не ограничивается тем, что мы условно маркируем, как вот границы. Никакая вещь. И тем более причины и следствия. И, соответственно, о май гот, кармическое поле наше, индивидуальное, наша тяжелая индивидуальная карма, она тоже оказывается, ну, слоем. А раз слоем, то очень много фокусов внимания, людей, событий, человеков организуется этим полем. И уж скорее, гораздо больше можно удивляться несовпадениям. Несовпадения и несинхронизм. Это интересные события. Это сломы, переходы, порталы. В общем, сейчас вот так вот, коротко, потому что на эту тему можно проводить просто огромные какие-то сатсанги или что-то вообще сидеть. И вот, мне кажется, это вот и есть тема для сатсангов. Но у нас они виртуальные, и это тоже по-своему прикольно. Надо привыкать к виртуальной реальности, наверное. Скоро. Скоро. Омно-мещевая. Харьём татсат.